Ух ты, ВФМ, Преображенск, кстати, по-моему, какая-то талантливая юниорка, если не ошибаюсь, Диана Преображенская, что-то знакомое, что-то я слышал, так, ну что, мы играем чёрными, погнали, давайте соцеляночку, первая партия, ну, кстати, не такая простая жеребьёвка, наверное, но попробуем поагрессивнее, попробуем поинтереснее, скорее всего, кстати, она неплохо знает теорию, я так думаю, да, слон Д3, один из основных ходов, на 7, так, ФЖ4, тут КНФ6 теория, ФЖ7 бить не очень хорошо, да, тут Д6 мы играем, чтобы Е5 поле контролировать, ну, посмотрим, так, рокировка, по-моему, тут как-то Б5 стоит ходить, то есть, я помню, тут не стоит торопиться с короткой рокировкой, хотя, может быть, могу я и ошибаться, ну, ладно, посмотрим, у Б5 у нас ещё полезный ход, тут иногда такие очень интересные позиции получаются, да, КНЦ6 как-то, ну, в том или ином порядке чёрным эти ходы надо делать, в любом случае, так же, давайте, ну, кстати, видно, что она не так тут уверенно себя чувствует, это уже для нас плюс, чёрный где-то КНЕ5, хотя так, ну, тут мне КНХ5, КНФ4 дают поменяться, я думаю, это полезный размен для меня, два слона получаем, давай, КНХ5 я, пожалуй, пойду, я думаю, у чёрных уже хорошая позиция должна быть, я думаю, как-то G6 смысла нету, давай, да, так, всё-таки, ну, теперь, в принципе, можно сделать рокировку уже, я себя чувствую хорошо, помимо, что это на E5, у чёрных два слона, позиция очень даже приятная, ферзя, наверное, можно на E7 убрать, или на C7 его поставить, я, кстати, даже не знаю, куда лучше, куда лучше поставить ферзям, это вопрос интересный, можно пока никуда его не ставить, слон Б7, например, пойти, на слоне 2, у меня КНЕ5 будет ход, ну, давай, ладно, пока слон Б7, с ферзём пока не могу определиться, он где угодно может пригодиться, определённо, так, 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 по времени пока стоим хорошо, надеюсь, это и будет продолжаться, но у чёрных явно хорошая позиция, дебют у меня тут напрячь сильно не смогли, так, и ферзя, да, она всё-таки убирает, но всё равно, кстати, хода F4 не будет, поэтому я не боюсь ничего и никого, У КНЕ5 хочется сыграть, давай КНЕ5 пойдём, пока что, ну, не факт, что хочу бить на D3, может, где-то на C4 хочу пойти, там, скорее всего, после ладья C8, сюда, так, это что она хочет, не очень понимаю пока, ну, эти ферзи в 6 мне нравится ход, как раз вот, забрать внимание, кстати, ферзя не вывел, теперь он поактивнее смог выйти, на D6 пешка у меня уже не висит, так, тут мне где-то слон B8 нравится, идея в теории, но, может быть, не сразу, а постепенно, так сказать, хотя и сразу, ну, сначала ладью надо вывести, наверное, давай ладья C8 пойду, или ладья D8, чтобы где-то КНЕ3, ладно, давайте ладья C8, спасибо большое за поддержку, после партии обязательно прочитаю, ну, КНЕ5 ферзи H6, просто этого я не боюсь, ладья C8 всегда полезно ходу, теперь слон B8 будет проще сыграть, потому что ладью на A8 не забираю, а такой рентгенчик может где-то пригодиться, ну, я не говорю, что обязательно слон B8 буду ходить, но такую идею, такая идея бывает в этих позициях, и такую идею я имею в виду где-то, ну, держу уме, так, по времени немножко поддавливаем, это хорошо, это плюс, да, ну, хуже у белых уже, я думаю, тут слоны, у черных очень хорошо встали все фигуры, поэтому, мне кажется, у белых должен быть уже похуже, спешка на Е4, я то уязвим, например, слон Е2, то я бью на Е4, если это С3, я бью на Д3, я бью на Е4, так, у НЕ5 все-таки сыграла, ферзь H6, ферзь H7, я это не хочу, и сюда, так, ну, слон B8 мне нравится, идея все-таки, давайте слон B8 проверим, спасибо, спасибо большое, Дмитрий, да, сейчас после партии обязательно, отреагируем, так, а Д5, как-то она опасно играет, уже Д5, по-моему, у белых проблема, скрывается слон, грозит уже конь Д3 всерьез, и как-то вот это все зависает, очень так прилично, но конь Д3 очень серьезная угроза, конь Е2, ДЕ тоже без фигуры, конь H3, какой-то единственный ход, чтобы жить, ну, как-то верится с трудом, что это хорошо будет для нее, ну, как минимум, я могу там взять на Д3, взять на Е4, то есть, ну да, у черных уже, видимо, выиграно просто, да, конь H3, она сыграла от безысходности, ну, как минимум, да, я говорю, у меня есть дети на Е3 и на Е4, я вот еще что-то сильнее, конь C4, есть ход тоже хороший, наверняка, конь C4, наверное, ферзь F3, она пойдет, так, как-то ферзя хочется выиграть, конечно, ну, ладно, давай конь Д3, ДЕ, в принципе, чего фантазировать, позиция просто и выигранная, на ферзь Д7, слон Д5, на сюда, ну, наверное, тоже давай слон Д5, слон Д5 очень хорошо стоит, всю игру белым режет, абсолютно, можно и в 5 задвинуть, давай в 5, F4, F3 идея, ну, не держатся такие позиции, уже, хотя она пытается, из последних явно слабеющих сил, она пытается, так, ну, давай слон Д7, мне нравится ход, на ФЕ у меня будет слон С4, Е5 выигрыш фигура, а так, где-то хочу побить, тут я бью сюда, и бью сюда, и на этом уже, ну, тут просто такой, или F3 можно даже, и F3 хорошо, и так хорошо, ну, давай слон С4, в принципе, мне фантазировать уже, особо ничего не надо, выдумывать, слон Е5 пошел, F3, разрываем, F2, висит мат, тут у меня все защищено надежно, так, ну, борется до конца, окей, как бы, не ошибка, о, тут такой красивый завершение, ДУМ, ферзия 3, ой, ферзия зернул, но повезло, мат нашелся, эх, да, симпатично, ну, кстати, хорошая партия, я прям доволен, хорошая партия, мне кажется, удалось переиграть ее достаточно четенько, до конца.